Закрепите монтажную нить на крючке и обмотайте ею цевьё. Для изготовления хвостика в конце цевья закрепите небольшой пирочек обу. Хвостик должен быть достаточно коротким. После закрепления отрежьте лишнее. Также в конце цевья закрепите проволоку для дальнейшей изготовления сегментации. Для изготовления тела мушки нанесите на нить дабинг. Затем намотайте дабинговую нить на цевьё. Сначала по направлению к хвостику, затем обратно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для изготовления крыла вплотную к телу мушки, сверху цевья, закрепите полоску кролищей шкурки. Для её закрепления расположите сначала полоску сверху цевья, немного её натяните и над местом расположения проволоки разведите волоски меха в разные стороны. Затем в этот промежуток положите виток проволоки. Затем необходимо проволоку немного натянуть. Точно так же введите проволоку в сторону колечка, постоянно разводя волоски и стараясь при этом, чтобы волоски не прижимались проволокой. Продолжение следует... Продолжение следует... После закрепления полоски меха, закрепите проволоку возле колечка. Продолжение следует... И оторвите лишнее. Теперь необходимо подрезать до нужной длины полоску меха, торчащую назад. Она должна быть длиной примерно с цевьё крючка или чуть-чуть больше. Затем придайте кончику полоски немного коническую форму. Продолжение следует... Для изготовления воротника головки выровняйте в ступке небольшой пучок меха антилопы. И за середину закрепите его вплотную к крылу сверху крючка. При закреплении следите за тем, чтобы пучок меха не проворачивался вокруг цевья. После закрепления отведите все волоски меха назад. И монтажной нитью сделайте перед пучком меха небольшой бугорок. Между первым пучком меха и колечком необходимо закрепить еще один небольшой пучок меха. Первые два оборота сделайте довольно слабыми. Затем, постоянно увеличивая натяжение нити, добейтесь того, чтобы пучок меха равномерно распределился вокруг цевья. После закрепления отведите все волоски меха назад. Если нужно, немного сдвиньте его назад. И между пучком меха и колечком намотайте небольшую головку. Сделайте завершающий узел возле головки. При завязывании узла следите за тем, чтобы волоски меха не попадали под нить. И отрежьте нить. Теперь необходимо придать головке немного коническую форму. Для этого сперва отрежьте все волоски, находящиеся снизу. И затем аккуратно подрежьте все волоски, находящиеся сверху и сбоку цевья. При обрезке волосков не старайтесь обрезать их и придать форму головке за несколько приемов. И следите за тем, чтобы волоски первого пучка, составляющие воротник головки, оставались на месте. Ни в коем случае не отрезайте их. ВООТ Субтитры создавал DimaTorzok А. Продолжение следует... Перед приклеиванием глазок необходимо по бокам головки сделать под них небольшие углубления и уже приклеивать их именно туда. Затем в эти углубления с помощью суперклея приклейте глазки. Все, мушка готова.